Всем щербет, дорогие друзья! На съемку данного видео меня вдохновили люди. Да, обычные люди, которые приходят ко мне в магазин выбирать себе фонарь. Как вообще происходит? Вот человек стоит возле витрины. Понятное дело, окей, для таких просоленных морских волков, зрителей моего канала и других каких-то там каналов о фонарях, это вряд ли удивит, потому что если у вас наключник, в рюкзачке какой-нибудь тактик, на лбу налобник, и вы все весь обвешан фонарями, как новогодняя елка, то данное видео не будет для вас откровением. Но люди часто не могут получить ответы на прям простые тупые вопросы, вот как я до сих пор не знаю, почему нет грызы зимой? Она только при определенной температуре какой-то происходит? Вот кто там у нас там, метеорологи есть? Напишите в комментариях. Ну окей. Как происходит? Человек подходит к витрине и говорит, покажите мне вот этот фонарь. Я показываю. В процессе разговора выясняется, что ему нужен фонарь дальнобойный. Он говорит, так смотрите, здесь аж 4000 люмен. Я возражаю, мол, да, 4000 люмен и светит он на 221 метр, но это не совсем как бы фонарик дальнобойный. Понятное дело, им можно светить не только себе под ножки, но и немного вдаль. Однако, человек возражает, что он же мощный, 4000 люмен, это ге-гей-гей. И здесь мы возвращаемся к тому, что люди не понимают, что такое люмины, что такое канделы и как вообще с этим разбираться. Поэтому вы можете пока проткнуть небо императорским лайком, а я начну фонаревский ликбез для обычных людей. Смотрите, друзья. Так исторически сложилось, что светодиодные фонари, их мощность светового потока измеряется в люменах. Представим, так вам будет проще, что вот это вот 1 люмен. Это просто и понятно. Одна свеча, 1 люмен. И эта свеча светит на 360 градусов. То есть она распространяет свой свет во все стороны. Если же мы возьмем зеркальце, ну, к сожалению, зеркальца у меня не нашлось, и подставим его с какой-то стороны, а в идеале, если оно будет в какой-то вогнутой форме, то у нас свет будет сконцентрирован в одну сторону. То есть позади зеркальца будет темнота, а впереди зеркало будет больше света, чем, понятное дело, сзади и по бокам. Вот это и есть канделы. Что пишется о канделах в той же Википедии? Полностью зачитывать не буду, но в целом станет ясно. Кандела – это сила света в заданном направлении источника. Я это называю простым словом светоконцентрация. То есть неважно, сколько у вас, условно говоря, свечек будет светить в темной комнате. Важно, куда этот свет будет направлен определенным отражателем или рефлектором и структурой этого отражателя. Отражатель может быть гладкий, как в дальнобойных фонарях, и он может быть апельсиновая корка. Но это примерно как вот вы пожмакаете в ручках фольгу и ей будете отражать свет. Итак, для примера мы возьмем два фонаря. Первый – это Nightcore P30 New. И второй – это Nightcore P20 IX. И тот, и другой относительно новые фонари. И обратите внимание, и тот, и другой из тактической серии. Но насколько они разные. Первый фонарик имеет 1000 люмен и 95500 кандел. Второй фонарик имеет 4000 люмен и 12200 кандел. Первый фонарик светит на расстояние 618 метров. Второй фонарик светит на расстояние 221 метр. Обратите внимание, что вот этот фонарь имеет всего 1000 люмен. Но у него сумасшедшие 95000 кандел. И благодаря вот этому большому рефлектору он не светит в стороны, а формирует яркое-прияркое пятно. Ну, не такое, конечно, яркое, как точка лазера, но это все-таки пятно. И этим пятном он может светить очень далеко. При этом боковой засвет у него слабый. Поэтому такими фонарями, если вы светите себе под ноги, что вы видите? Вы видите яркое пятно, большая разница, ступенька между боковым засветом. И вот это вот не очень комфортно, потому что слишком большая разница получается. И таким фонарем лучше светить куда-нибудь подальше. В идеале вообще с высоты. Что же мы видим здесь? Здесь у нас 4000 люмен. Но смотрите, какой маленький рефлектор на каждый диод. Поэтому количество кандел здесь всего 12200. Светит он на 221 метр, но свет этот идет в стороны. То есть получается у вас яркая световая заливка. На небольшом относительно расстоянии вы можете просто включить день. Ну и чтобы было более наглядно, давайте сейчас выключим свет по щелчку и пойдем на улицу ими светить. Погнали! Неудачное мы выбрали время. Друзья, потеплело. Было много дождей и влаги. И мы еще стоим возле какого-то коллектора. Комары просто съедают. Если до конца этого ролика у меня останется 11 лет, вы уж простите, друзья. До деревьев где-то метров 35, может быть 40. Поэтому мы сейчас покажем вам разницу. Вот это дальнобойный фонарь. Как я и говорил, это яркое пятно и слабенький боковой засвет. И вот это вот фонарь 4000 люмен который светит широко. На таком расстоянии, понятное дело, этот фонарь будет смотреться поэффектнее. Но если нужно будет просветить еще дальше вот этих деревьев, то вот этот фонарь раскроет себя в полной мере. Видите, сколько их летает. Вот вам разница лево и право. Заливной свет и вот этот точечный. Точечным просвечиваем дальше, заливным просвечиваем прошу прощения большую площадь. Вот таким светом более комфортно светить на какие-то близкие расстояния себе под ноги. Если турбо убрать, вот так вот, видите, пятнышко, таким светом более комфортно просвечивать так вот вдаль. Проткните, пожалуйста, ваш императорский лайк. Нас вроде не съели, поднялся ветерок. А с вами был еще разок. Увидимся. Покеда. Подтянулись хорошие новости. Если понравились товары, можете переходить смело по ссылочке в описании. Там вас ждет 10% по промокоду еще разок. Не благодарите, просто переходите.